У нас на связи сейчас следующий спикер, Сергей Жаворонков, экономист, член Совета Фонда Либеральной Миссии. Обсудим экономическое состояние как Российской Федерации, так и в мире. Будем отслеживать все, что происходит. Итак, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, давайте начнем с газовой темы. Есть информация, что «Болгаргаз» ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа. О чем это свидетельствует? Болгары пошли на попятную? Ну, скорее «Газпром», наверное, пошел на попятную, потому что это же «Газпром» инициировал прекращение поставок. И, ну, понятно, что можно придумать некие боковые схемы, что Путин сказал, что надо платить за газ в рублях. Ну, вот есть схема известная, что можно в «Газпромбанк», принадлежащий ближайшим к Путину товарищам Ковальчукам, платить в долларах или евро, а там их будут конвертировать, и типа таким образом это будет считаться поставкой в рублях. Объективно «Болгария» не сильно зависит от российского газа, потому что у нее есть альтернативные источники поставок. А какие это поставки? Это и жиженый природный газ, и это и, так сказать, строящиеся газопроводы. Собственно, это важно с точки зрения энергетического баланса. Ну, так же, как, например, «Газпром» отключил Финляндию от поставок газа, но большая часть электроэнергии в Финляндии добывается небольшими газ, а вовсе не поставками из России. Есть в случае, соответственно, в Финляндии активно строящийся газопровод из Греции, и он, в общем, может Болгарию в значительной степени обезопасить. Смотрите, есть, появилась информация в медиа международных, что Россия газ, который она не продает в Европу в связи с своими, я к крайней мере, за баганками, да, с своим видением, как этот газ должен покупаться, они начали его сжигать. Прекратив поставки большинства европейских стран и объявив форс-мажор для остановившихся клиентов, для оставшихся клиентов в Европейском Союзе, «Газпром» начал в промышленных масштабах сжигать излишки газа. Гигантский факел уже полтора месяца горит на российско-финской границе, близ компрессорной станции «Портовая», где установлены турбины с северного потока. А сжигание газа – это единственный способ избавиться? Почему Россия, допустим, не сжижает газ, не производит жиженный газ? Это же, ну, просто деньги в воздух, по факту. Вы не вполне правы. Дело в том, что Россия является достаточно крупным экспортером сжиженного газа. Это вот проекты компании «Новотек», совладельцем которого является доверенное лицо Путина Тимченко. Гражданин Финляндии, кстати. Да, 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 совершенно верно. Но проблема в том, что, как бы, эти проекты невозможно, вот знаете, как, так сказать, по щелчку пальца, значит, вот, выключателя, переключать одно на другое. То есть, подавляющая часть российского экспорта в Европу привязана к трубопроводам. И, так сказать, ну, можно только регулировать поставки по этим трубопроводам, где-то их снижая, где-то увеличивая. А проекты «Новотека», ну, это где-то, наверное, примерно 5% от европейского импорта газа, при том, что «Газпром» — это больше трети, это где-то там 35-36%. Ну, все-таки сжигание газа — это вынужденная мера или демонстрация? То есть, мы вот сжигаем на границе с Финляндией, чтобы вы все видели, вы будете мерзнуть, а мы тут газом будем баловаться, факелы сжечь. Я думаю, что скорее это демонстрация, но эти демонстрации, им не так долго осталось жить, потому что Россия по доходам бюджета в основном зависит от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, а не от экспорта газа. Это связано и с особенностями российского налогообложения, которое «Газпром» милует. То есть, ну вот по прошлому году экспорт сырой нефти — 110 миллиардов долларов, нефтепродуктов — 70 миллиардов, а газ — всего 55. То есть, здесь есть такой момент, что Россия может шантажировать крупнейшие страны Европы, потому что доходы ее бюджета не сильно зависят от газа. Но вот когда в декабре вступит в силу эмбарго на поставки сырой нефти в большинство стран Европы, ну кроме там… Индии и Китая. Индия и Китай. Кроме Чехии, Венгрии, Словакии по нефтепроводу «Дружба», который освобожден от этих санкций, а в Китае что? Ну, с Китаем труба полностью загружена, там нет свободных объемов, которые вот тоже, значит, щелчком тумблера можно, так сказать, в Китай перегрузить. Плюс есть вопрос по поставкам в дальние зарубежья, типа Индии, что, ну, есть проблема страхования этих поставок, сертификации. А в чем эти проблемы? Давайте поясним нашим зрителям, в чем проблема страхования и сертификации поставок. Ну, проблема в том, что страховщики из развитых стран отказываются заключать контракты на страхование поставок российской нефти. Предполагая, в том числе, что, так сказать, и Турция может перекрыть вот этот замечательный канал поставки, который ведет из Новороссийска, значит, соответственно, в Средиземное море и так далее. Это вот тоже такая опция, которую надо рассматривать, что и Турция может закрыть проливы для российской нефти. Ну, пока Турция ведет совершенно свою игру и не очень-то готова пока закрывать. Тем не менее, вот одна еще из информации, которую хотелось бы относительно нефти с вами же и обсудить. ОПЕК Плюс согласились наращивать добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки с сентября месяца, заявляют делегаты ОПЕК. ОПЕК Плюс. ОПЕК – это организация стран-добытчиков нефти, это я поясняю нашим зрителям. Объясняйте, пожалуйста, 100 тысяч баррелей в сутки – это много, мало, в каких категориях это и как это, скажем, повлияет на цену на нефть, поскольку сейчас энергетический кризис очень высокий, цены на нефть в мире громадные. Россия, пока Российская Федерация, Российская власть используют эти деньги, опять же, для продолжения войны. Ну, это где-то 10% добычи, но здесь важно понимать, что, как бы, ну, это вот тоже не завтра произойдет. И цены на нефть, их, как любят говорить экономисты, кто-то угадывал, но только один раз, дважды подряд не угадывал. Они не очень связаны с спросом. То есть нефть является своего рода резервной валютой. То есть вот, ну, например, вспомним крупное падение цен на нефть в три раза в 2008 году. При этом физический спрос на нефть сократился на 2-3%. То есть нефть – это вот такой очень специфический товар, хотя, конечно, увеличение добычи ОПЕК, оно приведет к падению цены на российскую. То есть получается, я пытаюсь сейчас вот логическую цепочку выстроить. Если это на 10% увеличение добычи, то это ориентировочно на какую сумму, скажем, в каком процентном соотношении должна цена упасть? Она же будет падать, логично? Да, конечно. Ну, примерно на, там, те же 10-15-20%. Вот, но я напомню, что прогноз по нефтегазовым доходам Российской Федерации на 22-й год, он примерно на треть больше, чем по прошлому году. Это где-то 320 миллиардов долларов. Другой вопрос, что если, скажем, там, Международный валютный фонд прогнозирует падение российского ВВП в этом году на 6%, раньше на 8,5% прогнозировал, но сейчас снизили до 6%, то в следующем году они прогнозируют, что там будет падение на 3 с небольшим процентом. Но мне кажется, что будет совсем наоборот, что как раз в этом году российский бюджет выстоит, а вот в следующем, после вступления в силу эмбарго на поставки нефти в европейские страны, он намного сильнее упадет. Смотрите, есть в случае замораживания конфликта то, что некоторые эксперты прогнозируют, но при этом мы понимаем, что санкции будут продолжаться, они будут продолжаться и усиливаться до тех пор, пока не произойдет деоккупация Украины. Каким образом это повлияет на экономику Российской Федерации? У меня бы была просьба, кроме вот этих вот больших сумм, процентный ВВП, чтобы мы понимали, как это так или иначе скажется на население Российской Федерации, которое, в принципе, и так богато не живет, но тем не менее мы же понимаем, что будут усиливаться силовые блоки, как и усиливались далее. Вот на что будет меньше денег в бюджете Российской Федерации? Ну, меньше денег будет на разного рода инфраструктурные проекты. То есть, собственно, как бы там, например, мост через реку Лена в Якутске отменен на его строительство, хотя это существенно повысило бы связанность разных частей Российской Федерации. Где-то это будет просто грабеж акционеров государственных компаний, как это случилось с Сбербанком и Газпромом, которые отказались платить дивиденды. Причем всем, как иностранным, так и российским акционерам. Ну, плюс у нас индексация пенсии, грубо говоря, объявлена на 10%, а прогноз инфляции Центрального банка 23%. И по моим бытовым наблюдениям по ухождению в магазинах, эта цифра уже достаточно давно перекрыта. То есть, если, например, там в пятерочке можно было купить 100 грамм семги за 139 рублей, то сейчас она уже стоит 229. Ну, отчасти это инфляционное давление сдерживается тем, что государство не повышает цены на те тарифы, которые регулируются государством, ну, то есть там типа жилищно-коммунальных услуг. Но где-то и повышает, ну, там цены на погрузку РЖД выросли там на 20%, например. Огромное спасибо Сергею Жаворонкову, экономист, член Совета фонда «Либеральная миссия», был с нами на связи.